Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Как будет проходить празднование столетия республики? Какие объекты будут сданы в честь векового юбилея? Обо всем этом говорили на заседании уркомитета. Теперь первый документ жизни и свидетельство о рождении можно получить не выходя из перинатального центра. При роддоме открылся кабинет ЗАГС. Перенесшие коронавирус могут обратиться к реабилитологам. На базе городской поликлиники Черкеска началась реализация новой программы. Об историческом наследии черкесского народа говорили в Государственной библиотеке имени Хальмат-Байрамуковой в рамках декады национальных культур. Глава республики Рашид Тимрезов принял участие в заседании рабочей группы по проведению празднования столетия Крачева-Черкесии. В ходе обсуждения были озвучены как уже реализованные проекты, так и планы на ближайшую перспективу. Подробности у Артура МХЦ. Чем в текущем году Карачаево-Черкесия удивит и порадует своих жителей и гостей в честь собственного большого юбилея? Этой теме было посвящено совещание рабочей группы под руководством главы региона. Рашид Тимрезов напомнил участникам заседания, что необходимо как можно скорее подготовить конкретные предложения как по плану праздничных мероприятий, так и по вводу в эксплуатацию объектов социальной, дорожной, инженерной инфраструктур. Торжества рано или поздно закончатся, а открытые стадионы, дворцы культуры, школы искусств, медучреждения, благоустроенные зоны отдыха и дворовые территории будут и спустя десятилетия востребованы у населения. Руководители министерства, также городов и районов сообщили главе региона, какую работу проводят их ведомства и администрации, чтобы впоследствии воспоминания о столетнем юбилее Карачаево-Черкесии вызывали у людей только самые яркие и позитивные эмоции. Так, в нынешнем году в республике планируется открыть порядка 50 объектов различного назначения, в том числе школы и детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и поликлиники, системы ввода и газоснабжения и многое другое. То есть, всё-таки главной задачей видится именно создание более комфортных условий для жизни населения. А если при этом будут организованы и торжественные мероприятия с приглашением представителей соседних регионов, никто возражать уж точно не будет. Я считаю, что на этих праздничных мероприятиях должны присутствовать и творческие коллективы из соседних регионов. Что бы ещё хотел попросить? Чтобы... А сейчас обращаюсь больше к министерству культуры, спорту, спорту, главам городов, районов. О том, чтобы мы в этот день проводили мероприятия в каждом районном центре, в каждом городе нашей республики. Также глава республики поручил членам рабочей группы проработать несколько вопросов. В частности, возможность создания на территории региона ботанического сада, где садоводы-любители могли бы приобретать для своего хобби всё необходимое – от семян до инструментов для ухаживания за зелёными насаждениями. Кроме того, в скором времени у поклонников самого массового вида спорта появится возможность лично присутствовать на состязаниях профессиональных футболистов. Я считаю, что с учётом открытия нашего центрального главного спорта нам пора вернуться к тому вопросу о создании профессиональной футбольной команды. Поэтому попрошу проработать это с российским футбольным солидом, или кто сегодня этим занимается, о сдаче всей необходимой документации для регистрации профессионального футбольного клуба на Черкесск. Подарков для населения Карачаево-Черкесии в честь векового юбилея подготовлено немало. Наиболее массовые торжества запланированы на начало осени нынешнего года. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня день местного самоуправления работников и ветеранов муниципальной службы поздравляет глава Республики Рашид Тимрезов. От вашей добросовестной работы зависит эффективное решение задач, поэтому необходим ответственный подход к делу. Сегодня мы видим обновление инфраструктуры в наших городах, посёлках, аулах. Безусловно, успех стал возможен благодаря взаимодействию местной власти и населения. Высококвалифицированная медицинская помощь при родах – это не все услуги, которые можно получить в лечебном учреждении. Теперь получить свидетельство о рождении ребёнка можно будет, не выходя из перинатального центра. Здесь открыт кабинет, в котором можно получить самые необходимые документы. Подробности у Али Баташева. Алена Гагаринская – консультант отдела ЗАГСа по Черкесску. Работает с документацией в новом кабинете. Она – одна из немногих сотрудниц в этом учреждении без белого халата. Помощь оказывает в основном юридическую, выписывает документы на месте и выдаёт их мамам. Сразу зарегистрировать рождение своего ребёнка прямо здесь, до выписки. Услуги оказываются платные, на платной основе бесплатные? Нет, услуги бесплатные, госпошлина не оплачивается. Для наших женщин значительно облегчается возможность получения необходимых документов, первого документа в жизни их ребёнка, вместе со справкой на получение пособия. В торжественной обстановке свидетельство о рождении своей дочери Софьи получила Ксения Михайлова. А ещё многодетной маме, как и остальным получателям документов, вручили подарки. Чтобы росла здоровая, самое главное, и финансировала вам радость. Спасибо большое. Это очень удобно, потому что я многодетная мама, и после выписки моей семье будет не до этого, чтобы бегать и получить свидетельство. Очень удобно прямо здесь получить мои документы. Пока в Карачаево-Черкесии это первый опыт выдачи справок в лечебном учреждении. В Республиканском перинатальном центре количество родов превышает более 50% из всех, которые происходят в республике в течение года. Это, как я уже сказала, пилотное учреждение, которое мы начали разрабатывать и работаем по поручению председателя правительства Карачаево-Черкесской республики Мурата Олеговича Оргунова. Следующий этап – это будет вовлечение других медицинских организаций, и это будет работать во взаимодействии Минздрава, всех медицинских организаций и органов ЗАГС. И далее уже к осени текущего года мы, наверное, достигнем результата электронного документа оборота между органами ЗАГС и Минздрава. Кабинет начал свою работу 12 апреля. За это время было выдано около 40 свидетельств о рождении и справок на получение пособия. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске на базе городской поликлиники заработала программа медицинской реабилитации для тех, кто перенес коронавирус. По итогам обследования углубленной диспансеризации пациент получает направление от специалиста, и тот оказывается в надежных и профессиональных руках реабилитологов. Фатима Даурова подробнее о программе. Углубленная диспансеризация пациентов, перенесших COVID-19, помогает определить нуждающихся в восстановлении людей. Особое внимание при диспансеризации уделяется выявлению изменений, возникших в связи с перенесенной болезнью, и направлению усилий на предотвращение осложнений. Углубленная диспансеризация проводится в целях своевременного выявления, лечения, диспансерного наблюдения хронических неинфекционных заболеваний, которые возникли вследствие перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. Этот вид диспансеризации представляет собой комплекс мероприятий, рассчитанных на два этапа. На первом проводится расширенный набор медицинских анализов, определяющих общее состояние пациента. При выявлении показаний граждане направляются на второй этап, который включает в себя проведение эхокардиографии, компьютерной томографии легких, дуплексного сканирования вен нижних конечностей. Если выявляются хронические заболевания и ухудшение состояния, то по показаниям назначается лечение, проводится медицинская реабилитация, организуется диспансерное наблюдение. В рамках этой реабилитации каждый пациент у нас может получить и медикаментозное лечение, механотерапия, физиотерапия, массаж, ЛФК. Всем этим занимается у нас реабилитолог. Заведует отделением физиотерапии опытный врач, высококлассный специалист своего дела, врач-реабилитолог Зарема Капсергенова. Коллектив отделения уже не первый год ставит людей на ноги, оказывая медицинскую и профессиональную помощь в восстановлении здоровья пациентов. У нас есть кабинеты массажа, ручного массажа, есть кабинеты вакуумного массажа, есть процедуры светолечения. Это входит сюда и диадинамические токи, и синусомоидальные токи, и магниты различные. Пациентов по реабилитации мы посылаем и на четвертый этаж, там у нас находится парафинотерапия, находится механотерапия, находится кабинет лечебной физкультуры. То есть все условия практически у нас есть. Для прохождения углубленной диспансеризации можно записаться через единый портал государственных услуг, а также обратившись в медицинскую организацию по месту прикрепления. Важно, чтобы факт перенесенной болезни был подтвержден на уровне медицинской организации. По желанию, гражданин, в отношении которого отсутствует информация о перенесенной коронавирусной инфекции, также может пройти углубленную диспансеризацию. Обязательным условием в этом случае является подача заявления о желании пройти ее на имя руководителя медицинской организации, в которой пациент получает первичную медико-санитарную помощь. Фатима Дорова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 715 человек. Из них 44 384 выздоровели, 27 человек госпитализированы. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,5, в горах местами 0,5, днем плюс 11, плюс 16, в горах местами плюс 4, плюс 9 градусов. В Черкесии без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 13, плюс 15 градусов. Не консервируйте свое здоровье. Сейчас время позаботиться о себе. Лечение катаракты в клинике ТРИЗЭТ – это избавление от катаракты за один день с индивидуальным подбором хрусталика, необходимого именно вам. Запись по телефону 8 800 533 90 82. Окна в рассрочку! Оконный комбинат! 8 938 333 92 0. Черкесск. Встречай! С 19 марта по 24 апреля. Выставка динозавров до нашей эры. ТРЦ «Панорама». Улица Кавказская, 37. Категория 0+. Продолжаем выпуск. В Карачаево-Черкесии продолжаются декады национальных литератур. На этот раз читальный зал Республиканской библиотеки имени Халимат Байрамукова и стал площадкой для показа культурного наследия черкесского народа. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. В этой небольшой сцене артистов Национального театра имени Мухарбека Акова частичка традиций, о которых писал в своем произведении Белла классик отечественной литературы 19 века Михаил Лермонтов. Понятно, что собрать в одном месте все культурное наследие даже одного народа невозможно. Однако на некоторое время представляющие его виды искусства стали экспонатами национальных литературных вечеров, проходящих в эти дни в честь столетия Карачаева-Черкесии в Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Одно из основных направлений в деятельности черкесского театра – это все-таки сохранение художественного черкесского языка. И в связи с этим я хочу отметить, что интерес к театру помолодел. Мы сейчас можем привлечь больше молодежи, молодежь более заинтересована, и это не может не радовать. Сегодня немало говорится о том, что подрастающему поколению не прививается любовь к национальной литературе. О традициях своего народа молодые люди мало что знают. Однако при виде выступлений этих юношей и девушек за самобытное будущее чуть меньше беспокойства. Проведение декад подходит к финишу. Только что провели мы декады литератур народа четырёх этносов. Сегодня мы проводим декаду литератур культуры черкесского народа. Примечательно, как было здесь отмечено, это событие проходит накануне столетия Карачаева-Черкесии, столетия нашей государственной национальной библиотеки. Для этой цели мы много сделали, чтобы встретить достойно эти два юбилея. Как верно подметили гости и участники литературного вечера, необходимо сохранять и продолжать развивать все направления культурного наследия и рассказывать о достижениях народов Карачаева-Черкесии в различных сферах деятельности на наглядных примерах. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия. Жители Карачаева-Черкесии продолжают присылать в Вести интересные и необычные видео. Медвежонка, разгуливающего по улицам города, заметили жители Карачаевска. Этой ночью хищник бродил возле третьей школы, его видели сразу несколько человек. Горожане снимали медвежонка на камеры мобильного телефона, некоторые даже попытались подозвать, но все тщетно. Косолапый убежал в сторону Комсомольской горки. Откуда медвежонок сбежал и где он сейчас находится, выясняется. Это все в Вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова